друзья всем привет как я собираюсь снимать видео так постоянно идет дождь и опять конечно же идет на мои суккуленты вот сегодня я опять сдувала капли с растений но этот процесс можно и не заканчивать потому что одни сдуешь и вот смотрите там все все небо серое все небо затянуто тучами и дождь обещают сегодня вообще на целый день мне в этом году прям конкретно не везет с дождем прошлом году я наверное один раз только прятала свои растения от грозы остальные все дожди какие были были просто ровные и они не попадали вообще на суккуленты то есть вот я сидела молча с чашкой чая за и наблюдала как за окном идет дождь и также я даже и не боялась и не трусилась что намокнут мои розетки может быть там 1 2 капельки попадала и все но в этом году это что-то с чем-то не знаю может быть что-то изменится может быть все лето будет такое просто уже даже не верится что погода восстановится и наладится суккулентики мои все такие мрачненькие грустненькие страшненькие стоят надежда умирает последний ладно отвлеклась тема сегодняшнего видео у меня возникла не случайно просто очень много просьб поступает в личные сообщения рассказать о своем грунте я в нескольких видео своих касалась этой темы ну вот пусть она будет это будет тема короткая потому что рассказывать тут особо не о чем но пусть она будет отдельная в общем какой меня грунт мне моя подруга иришечка из израиля она мне постоянно говорит вот ты говоришь что у тебя много разрыхлитель но я посмотрю у тебя земля черная прям черная вот черные черные почему она вот так кажется что она черная вот я сейчас приближу вот эту землю покажу вот в несколько дней назад я снимала видео и наверное то это растение было там в кадре и там действительно земля была чернее потому что я их поливала сейчас немножечко земля просохла и она уже сейчас не черная вот можно приглядеться что черных компонентов там очень мало в основном это мелкая при мелкая фракция битого красного кирпича вот видно и крупные камушки видно и мелкие просто пыль и вот когда она смешивается это кирпичная пыль и с грунтом то кажется что земля даже рыжая она похожа больше на глинистый субстрат но на самом деле глины я кладу если она у меня бывает в прошлом году я там ехала с рыбалки и дорожники ремонтировали дорогу и у меня был пакет с собой я килограмма наверное 3-4 глины оттуда хапнула вот и я смешала ее с грунтом своим эту землю ну и также посадила растения ну что я скажу вот о примесях глины я конечно вот только в том году добавляла но не я даже уже не помню какие мне растения сидят в этом субстрате ну знаете ничем они не отличаются по росту по развитию вот каких-то аномалий я не заметила среди своих суккулентов вот аномалий развития и роста глина она задерживает влагу как известно но я считаю что глину добавлять в грунт полезно потому что в ней очень много микроэлементов и вот если в этом году я еще найду эти полезные ископаемые то я обязательно еще наберу где-то с ведро глины чтобы оставить в запас и по чуть-чуть добавлять грунту вот на мой взгляд добавление глины она задерживает сдерживает рост растений вот мне так кажется не знаю это может быть неправильное мнение ну вот исходя из своего опыта я пришла к такому выводу что многие растения когда добавляешь глину в грунт многие растения они как бы знаете приостанавливают рост и замирают это не значит что растение гибнет ну вот как-то становится они что ли более компактными с добавлением глины ну мне нравится вот это соединение с грунтом глинистые поэтому вот я еще раз говорю повторяюсь поэтому я как бы сторонница того чтобы некоторую часть земли заменять глиной но не вся глина нет какую-то часть там процентов 10 можно добавлять глины то есть я вообще считаю знаете как чем больше компонентов в грунте тем грунт разнообразнее тем больше микроэлементов поступает растениям но у меня не всегда получается добавлять различное количество различные вернее виды компонентов потому что я живу в таком поселке где в магазинах совершенно нет того что нужно нам с укулинтоводом для грунта и вообще для развития растений здесь и в принципе наверное не слышали что такое суккуленты и вообще с чем их едят и для чего их вообще выращивать потому что ну глянуть не на что ну что они там вообще не видны в этих горшках то ли дело там красивый фикус там не знаю как красивая монстера до потолка вот а здесь и посмотреть не на что то есть вот в нашей местности а суккулентах я больше чем уверена даже не слышали если и есть какая-то там еще от бабушки осталась там какая-то хиверия типа дисметианы такая зеленая хиверия вот такая то я больше чем уверена это дисметиана еще осталась у кого-то со времен бабушкиного садоводства и называется она не дисметиана просто у нее образное название каменная роза все а что такое хиверия что такое седум что такое красула и понятия никто здесь не знает и не имеет и вот конечно же исходя из этого поэтому в наших магазинах ничего такого нет и когда мои запасы кончаются специально нет возможности ехать куда-то тем более вот сейчас сейчас вообще обстановка но сейчас более-менее налаживается все с коронавирусом а вот месяц назад там два-три месяца назад вообще все было закрыто и просто довольствовалась тем что было под ногами на земле и когда у меня нет компонентов которые есть вообще существует для добавления для смешивания грунта я добавляю все что есть под рукой вот допустим сейчас расскажу вам о моем составе грунта где-то 30 35 процентов моего грунта состоит из торфяной земли вот эту землю которую любят все начинающие суккулендоводы земля для кактусов и суккулентов но раз написано на коробке на на пакете земля для кактусов и суккулентов ес да это она и только ее нужно использовать вот этой земли я беру где-то 15 процентов но не обязательно ее вообще любой торф там написано универсальный грунт для там для пальм для но только для орхиды вернее для для зале не беру остальные все беру не вот этой земли добавляю 15 процентов также 15 процентов добавляю своего местного чернозема у нас центральная черноземь и земля у нас очень и очень черная вот из-за этого может быть мой грунт кажется когда его поливаешь особенно он кажется черным а остальные 60 65 процентов даже 70 процентов и на 1 это у меня разрыхлители что входит мои разрыхлители но когда мне удается покупать все что что я бы хотела это циолит это перлит это вермикулит это древесный уголь это кремниевит так что еще что еще что еще ну и на и битая кирпичная крошка в большом количестве прям в очень большом количестве наверное из вот этих семидесяти процентов всего состава наверное там 35 процентов только битой кирпичной крошки также я добавляю еще яичную скорлупу и ну достаточно в большом количестве вот это у меня блюдо здесь у меня заготовки вот смотрите вот да такой такая фракция яичные скорлупы и я прям так не жалея сыплю ну допустим на горшочек вот на такой горшок семерка но где-то наверное вот так будет яичной скорлупы даже может быть больше вот так яичная скорлупа есть всегда потому что я скорлупки не выкидывают яиц периодически их набираю потом когда они просыхают я их много до мелкой фракции и добавляю в грунт но с другими компонентами конечно посложнее если их не бывает под рукой то обхожусь тем что есть бывает состав грунта когда я там сажаю несколько растений с минимальным количеством перлита или вообще с отсутствием перлита потому что ну не я как говорю не всегда покупаю его не всегда у меня получается а бывает то что допустим нет каков-то другого компонента я заменяю двойной дозой перлита такой тоже бывает вот хочу показать состав моего грунта но это приблизительный состав вот так выглядит мой грунт вот здесь примерно 30 процентов земли остальное разрыхлители здесь вот именно в этом составе красный кирпич древесный уголь яичная скорлупа туда же вот я сейчас увидела по моему вот сейчас это я в камеру смотрю поэтому вот это вот яичная скорлупа это еще с пасхи крашеные яйца но яйца крашеные я крашу луковыми шкурками поэтому здесь краска не химическая натуральная ее не страшно добавлять землю то есть это как бы своего рода тоже какие-то микроэлементы но вот это вот шкуриночка коричневая вот вы наверно видите вот так же здесь мелкий щебень перлит и циолит вот это состав вот этого грунта но может быть вермикулита чуть-чуть тут попадается но в основном вот то что я сказала вот в такой грунт я сажаю все свои суккуленты но опять же повторяюсь если нет какого-то другого компонента то добавляйте двойную дозу другого того что у вас есть но просто чтобы результат был вот именно такой вот он такой должен быть грунт сыпучий с минимальным содержанием земли а уже какие компоненты здесь если не будет того что вы хотите это уже не страшно вот еще сейчас приближу чтобы вы рассмотрели вот практически в такие камни я сажаю свои растения ну сверху как бы видно что камни это а когда поковыряешь видно что там земля но земля это опять не именно земля а опять мелкая фракция кирпичные крошки кирпичные пыли песка ну а в совокупности вот это все это самая мелкая микрофракция она ссыпается вниз а крупный остается на поверхности просто когда вы сажаете нужно максимально перемешивать вот так вот в горшок допустим посадили растение да вот для корешков чуть-чуть мелкой фракции подсыпали и потом посадили растение и вот так со всех сторон просто задвигаете засыпаете все ну и на дно горшка обязательно слой керамзита для того чтобы был дренаж для того чтобы корни дышали для того чтобы лишняя влага быстрее стекала чтобы растение лучше развивалась и была аэрация почвы ну вот и все что я хотела сказать про грунт это да это был грунт для это состав грунта вот этот это грунт для крупных растений деткам вот такого большого содержания разрыхляющих компонентов много поэтому деток нужно сажать в землю которая более жирная то есть с большей примесью земляного субстрата именно земляного либо садовой земли либо того же торфа но опять в один торф сажать тоже не нужно потому что торф он влагоемкий и и детки и взрослые растения в торфе будут загнивать потому что вам будет казаться что грунт даже если они не загниют они будут тянуться дико тянутся но и в конце концов они загниют потому что торф это такой знаете обманчивый компонент обманчивый субстрат верхний слой у него будет абсолютно сухой а внутри там где находится корни влага будет держаться очень долго и поэтому вам будет казаться что у вас земля очень сухая даже если вы попробуете просто горшок подержите в руке и попытаетесь определить его вес вам покажется что влаги там нет на самом деле в торфе очень долго держится влага и вы можете просто ошибиться в торфе знаете вот вот эти магазинные суккуленты голландские которые там супермаркетах продаются вытянутом состоянии многие из них гниют потому что они там залиты продавцы их нещадно льют света тому мало и эти бедные суккуленты гибнут на глазах но в некоторых магазинах может быть там и продавцы более такие компетентные в этом вопросе суккуленты там меньше тянутся и грунт там абсолютно сухой вот в таком сухом торфе растения могут сохраняться очень долго но опять здесь нужно учитывать то что поливать в таком торфе растения не надо около месяца вот месяц вообще вы должны не поливать не летом не зимой а потом вот этот торфяной субстрат промочить основательно то есть поставить допустим горшок в таз с водой и чтобы весь этот субстрат напитался водой лишняя влага потом когда вы вынете этот горшок из из воды лишняя влага стечет и все и после этой манипуляции опять где-то месяц забыть про полив вот в таком в таком режиме можно сохранить суккулент в торфе но когда люди два раза в неделю поливают растение находящиеся в торфе товарищи вы от таких растений никаких плюсов не добьетесь просто вы их медленно губите а какие-то может быть и быстро губите в общем чем рыхлею вас земля чем быстрее просыхает влага в горшке тем это лучше для суккулентов в общем если сказать кратко не знаю меня сейчас может и не слышно меня просто там недалеко от нас ремонтируют школу переделывают ее в гостиницу и сейчас там работают какие-то болгарки еще там что-то и я себя с трудом слышу но наверное в камеру все равно будет слышен мой голос поэтому я стараюсь не кричать потому что я себя вот вообще не слышу меня по ушам режет это болгарка в общем если сказать в нескольких словах о составе моего грунта и вообще о должном составе грунта для взрослых суккулентов 30 процентов земли и 70 65 процентов разрыхлителей для деток где-то 50 на 50 или 60 процентов земли и 40 процентов разрыхлителей вот все это как бы то из чего нужно отталкиваться конечно я не навязываю состав своего грунта никому просто рассказываю о том в каком грунте сидят находятся мои растения вы можете естественно делать себе свой субстрат искать какой-то там свой вариант методом проб и ошибок приходите к лучшему варианту это конечно же право каждого человека и также и мое право и ваше право я не навязываю свой субстрат никому просто рассказываю то из чего состояли состоит именно мой субстрат вот видите как я уже показывала когда показывала грунт в тарелке крупная фракция остается наверху а мелкая фракция она внизу при поливе все равно мелкие частички водой проталкиваются глубину горшка и на поверхности получается такое впечатление что при просто присыпка на самом деле присыпки здесь у меня никакой нет это просто состав грунта но опять как вы видите состав грунта немножечко отличается это уже зависит от того что что у меня было под рукой вот здесь у меня много было соли то и он весь торчит наружу а вот допустим в этом горшке здесь преимущественно кирпичная крошка песок поэтому здесь немножечко вид если смотреть на грунт совершенно другой ну в общем приблизительный состав 1 30 на 70 или 35 на 65 тут уже вот грунт не видно чухуаху энсисе какой там грунт уже ну камушки вон торчат какие то то же самое но у деток вот как вы видите есть разрыхлители но черноты там больше вот эти детки уже как бы я их посадила 2 отдельно и у них уже такой грунт приближенный взрослому грунту ну там тоже грунт не видим ну и вот так это моя страдалица которую я показывала вам недавно которое сожгло солнце за два дня вот это вот мадам начала опять набирать окрас чего это зависит солнца практически нет ну все друзья это был рассказ про мой грунт ждем тепла ждем окончания сезона дождей все всем спасибо за просмотр пока пока